МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире информационная программа новостей в студии Сульхи Азми. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире информационная программа новостей в студии Сульхи Азми. В прямом эфире информационная программа новостей в студии Сульхи Азми. В прямом эфире информационная программа новостей в студии Сульхи Азми. В прямом эфире информационная программа новостей в студии Сульхи Азми. После рассмотрения вопросов повестки заседания правительства страны, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмом Али Рахмон, дал конкретные поручения членам правительства страны, исполнительным органам государственной власти, областей, городов и районов, руководствам министерств и государственных ведомств по осуществлению на практике указаний послания президента Республики Таджикистан, маджлисе Оли Республики Таджикистан, подведению итогов деятельности социально-экономических сфер в 2021 году, а также по выполнению новых задач в 2022 году. Сегодня в Душанбе по инициативе Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом с участием партнеров по развитию и представителей смежных министерств и ведомств состоялась презентация закона Республики Таджикистан об оценочной деятельности и национальных стандартов оценки Республики Таджикистан. В ходе мероприятия участники рассказали о проекте по сельскому хозяйству и управлению сельскохозяйственными землями в Таджикистане в рамках инициативы продовольствия для будущего национальной стандарта оценки Республики Таджикистан, а также о роли Ассоциации оценщиков Республики Таджикистан, которая создана в целях обеспечения взаимодействия организаций, предоставляющих услуги по оценке Республики Таджикистан при решении общих организационных, правовых и технических вопросов, возникающих в деятельности указанных организаций, защиты и представления их общих законных интересов перед государственными органами Республики Таджикистан, государственными и частными организациями, учреждениями и предприятиями, в том числе иностранными, а также оказание содействия развитию отрасли, оказание услуг по оценке в Республике Таджикистан. В течение пяти последующих лет в Таджикистане будут построены из-за новой эксплуатации более тысячи объектов в сфере образования. За 30 лет государственной независимости в стране было построено из-за новой эксплуатации 3240 новых образовательных учреждений на 1 миллион 400 тысяч учащихся. В настоящее время общее число учащихся средних общеобразовательных учреждений страны достигло 2 миллиона 200 тысяч человек. В период независимости в стране было создано из-за новой эксплуатации 173 образовательных учреждений нового типа, лицеи, гимназии, президентские школы, международные школы и образовательные учреждения для одаренных учеников, а также 196 частных учреждений дошкольного и общего образования. В этих учреждениях учебой охвачено около 150 тысяч школьников. На ступени начального и среднего профессионального образования были созданы 39 новых образовательных учреждений и на ступени высшего профессионального образования 28 учреждений и их количество, соответственно, доведено до 144 и 41. В текущем году число учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования составило более 120 тысяч человек, и студентов высших профессиональных учебных заведений – 245 тысяч человек, что по сравнению с 1991 годом больше в 1,6 раза и 3,5 раза соответственно. В период независимости число одаренной молодежи, которая направляется на учебу за пределы страны, увеличивается с каждым годом, и в 2021 году достигло более 42 тысяч человек в 25 зарубежных государствах. Ежегодно более 5 тысяч наших одаренных юношей и девушек направляются для учебы в высшие учебные заведения зарубежных стран. В период независимости 11 500 девушек из отдаленных гурных районов по президентской квоте окончили высшие учебные заведения. В этот период высшие профессиональные учебные заведения окончили 222 тысячи девушек, и в настоящее время в этих учреждениях учебы охвачено еще 100 тысяч девушек. Из 42 тысяч наших студентов, обучающихся в высших учебных заведениях зарубежных стран, более 8 тысяч составляют девушки. Президент страны в своем послании Маджли Сеули отметил, что несмотря на то, что учебный процесс в образовательных учреждениях вошел в определенную систему для большего повышения уровня и улучшения качества образования, подготовки высококвалифицированных кадров, изучения государственного языка, древней истории и культуры таджикского народа, соблюдения правил этикета, повышения вкуса школьников к изучению математических, точных и естественных наук, информационных технологий и освоению иностранных языков, в особенности русского и английского, необходимо придавать большее значение. С этой целью руководителям образовательных учреждений необходимо придавать первостепенное значение вопросам повышения уровня знаний и профессионализма учителей на всех звеньях образования, в особенности преподавателей учреждений начального и среднепрофессионального обучения, их квалификации и переподготовки, воспитанию высококвалифицированных молодых учителей, отвечающих требованиям времени на всех звеньях образования. В связи с этим Министерству образования и науки президент Республики Таджикистан поручил в университетах педагогического направления открыть специальные отделы для подготовки преподавателей математических, точных и естественных наук со знанием иностранных языков. В целом необходимо повысить качество изучения иностранных языков, в особенности русского и английского, на всех факультетах и отделениях высших учебных заведений. Потому что сегодня Таджикистан имеет дипломатические отношения со 180 странами мира и торгово-экономические отношения со 130 государствами. В период независимости для средних, общеобразовательных и высших учебных заведений было подготовлено 315 тысяч специалистов с педагогическим уклоном, в том числе 115 тысяч для учреждений среднего профессионального образования. В настоящее время в общеобразовательных учреждениях преподают 129 тысяч учителей. Обеспечение образовательных учреждений страны педагогическими кадрами в целом составляет 98,7%. Министерство образования и науки было поручено в связи с требованиями дня и развитием современных информационных технологий разработать проект концепции перехода на цифровое образование и представить на рассмотрение правительству страны. Уважаемые телезрители, это были все важные новости, подготовленные к этому часу нашими коллегами. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Продолжение следует...